Видно ли смещение позвонков на рентгене? Будете свои собственные снимки смотреть, то с помощью вот этого видео, вот я думаю, что сможете разобраться в своей собственной ситуации даже без внешней помощи. Вот у нас есть шея, это в натуральную величину. Вот если смотреть на остистые отростки, вот эти вот места остистых отростков выглядят на снимках как белые такие пятна, ну потому что костной массы много, а на обычных снимках, ну на типовых рентгеновских, чем больше плотность, тем светлее. Так вот, вот эти вот, как белые такие яркие тени, ну тени, в общем белые вот эти яркие области, они обозначают положение остистых отростков, и остистые отростки должны быть вертикальную четкую линию. Если отросток смещен, значит это соответственно для позвонка означает поворот. Вот, ну как бы для удобства я любое отклонение от нормального называю смещением, то есть не обязательно всем телом, но и как бы поворот тоже смещение. Почему? Потому что крайние точки смещаются для окружающей ткани этой компрессии, а в теле есть допуск, то есть биологические такие системы, все, не только человеческое тело, могут 3% отклонения от вертикали, например, 3% это как бы, ну в пределах нормы, отклонения от, допустим, положения там 3%, это как бы нормально, все, что больше 3% уже проблема. Так вот, для среднего тела позвонка 3% это как раз миллиметр, но миллиметр на глаз на рентгене не видно, если видно, значит там явно больше. Для позвоночной артерии поворот на 2 миллиметра, это уже как минимум касание стенки канала, стенки артерии, как минимум касание. Это не считая состояние окружающих мышц и связок, того как пролегают нервы и как вообще на это мышцы реагируют. Так вот, вдоль позвонковой этой вот позвоночной артерии проходит ее собственный нерв, во многих случаях не сама артерия зажимается, а просто касание этого нерва вызывает ее рефлекторный спазм. На артерию давление оказывается, то кровоток нарушается. Это мы видим элементарно по движению глаз. В какую сторону свернут атлант? Какая сторона торчит вперед? Там больше компрессии артерии. Вмещение в передне-заднем направлении для шейных позвонков не новость. Вот таких вещей бывает много. Всякие холостовые травмы, нырки, падение головой вперед. Дуга шейная искажается, и позвонок просто уезжает. Обычно шея принимает форму не дуги, а прям перегибается вот так треугольником, там происходит, что затылок здесь, то есть как бы вперед так вот сгибается. Опять же, что происходит с позвоночными артериями? Вертикаль позвоночника, вертикаль остистых отростков, разумеется, это прямая, ну, вертикальная, соответственно, линия. И, допустим, есть там в одном месте смещенный позвонок, и от этого места вот так смещенный, а вот так вот наклоняется. И прям видно, что там явно не прямая, там прям, ну, вот треугольник, и с отклонением градусов на 10, и позвонок развернут. Рентгенолог пишет, стехандроз первой степени. Как я уже говорил, на поясницу падают любые отклонения, то есть будучи шея свернута, тело клонится, а спазм это будет на пояснице, да и вся масса через нее проходит. И вообще это как бы нагрузка с рук, нагрузка с ног, все через это место. Пятый поясничный съезжать может 2, 3, 4 миллиметра. Я однажды видел на пол тела съехавший вот так вот позвонок, а человек ходил на своих двоих. И вот тут почему-то рентгенологи описывают, начиная миллиметров с 3, листес, ну, листес это смещение. Важно то, что человек заметит смещение, начиная с миллиметра. Будет спазм защитным, тело хочет все-таки жить, будет боль, будет там проблемы с кровотоком, проблемы с нервами, нарушение статики, нарушение развесовки по стопам, начиная с миллиметра. Рентгенологи описывают, начиная с 3. Я не знаю, кто ввел это правило, но человек точно замечает, вот если есть боль, все, на миллиметры смещение есть. И это не то, что пройдет само. Да, вы можете пытаться развесеться и расклиниться, но зачастую это просто невозможно, если там какой-то осевой поворот. А пишут ли, начиная хотя бы с 3 миллиметров, рентгенологи? Я не знаю. И во времени это может занимать несколько лет, и человеку бы сразу писали смещение, он такой, ага, сместилось, надо вставить. Шел бы искать мануальщика. По мне, так очень даже логично. Потому что я в свое время потратил несколько лет жизни на то, чтобы вспомнить, что я сделал со своей поясницей, а я на бордюр падал спиной. На рентгене мне писали, что все хорошо, а как-то в 15 лет не больно как-то мышление, у меня геометрическое работало. Вот, для меня рентген казался темным лесом. Вот с этим надо что-то делать, поэтому вот видео, как бы кто в силах, разбирайтесь. Я с вами.